Всем привет. Сегодня мы в самолете ПИЦ С-2С. Двух кабиной. Передняя кабина сейчас пустая. Ремни застегнуты. Я в задней кабине. Попробуем полетать. Это биплан с хвостовым колесом. Хвостовое колесо оборудовано фиксатором. Который мы будем расфиксировать на земле. И тем самым рулить. Северка 2901. Предварительно разрешите. Северка 2901. Занимаем. Предварительно по второй. По второй предварительно. 2901. Особенность данного самолета. Как я уже сказал хвостовое колесо. И определенное накладывает ограничения на нас. Сам по себе самолет легкий. С очень короткой продольной базой. Поэтому на разбеге и пробеге. Он максимально неустойчив. Требует оперативного вмешательства. Рулем направления. А также дифференциальными тормозами. Чтобы удерживать направление на разбеге и пробеге. В нашем случае для нас Максимально трудные Первая половина разбега. И вторая половина пробега. 2901. Исполнить. 2901. Занимаем. Исполнительный ветер. 140. 7 метров. Занимаем. Исполнительный. 2901. Ветер получается... Принято. По 1000 метров. Принято. Спасибо. Значит... 7 метров будет строго боковой ветер. Практически строго боковой. Под 80 градусов. Я уже даже чувствую, как затруднено руление. То есть... Самолет с хвостовой опорой стремится развернуться, как флюгер, носом на ветер. В нашем случае сейчас ветер у нас будет на разбеге справа. Соответственно, это немножко будет нам помогать. Поскольку винт правого вращения, если смотреть от меня, да, по часовой стрелке, то, соответственно, моменты, которые возникают на самолет, это разворачивающий момент влево. И нам приходится давать правую ногу. В данном конкретном случае ветер справа будет нам помогать. Я сейчас чуть-чуть прорвлю по прямой. Зафиксировал хвостовое колесо. Сейчас мы проведем опробование двигателя. Сейчас, может быть, пропадет звук, потому что шипение от радиостанции на больших оборотах почему-то возникает. Ну, если что, тогда сделаю войс оверлей, да, сверху тогда. Поедем потихонечку. 21.01. Акзота готов. Повса 05. 21.01. Взлет разрешил. 21.01. Ну, и поедем потихонечку. Колесо зафиксировано. Будем поднимать хвостовое колесо как можно раньше, для того, чтобы больше у нас было оссорить управление. Поехали потихонечку. Поехали потихонечку Субтитры подогнал «Симон» 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 Тебе все время в этом положении невыгодно Ты не видишь полосу Чем выше ты над полосой На выдерживании находишься И создаешь углы Тем хуже тебе видно Чем ближе к полосе Ты торцы полосы Начинаешь боковым зрением видеть И тут очень важно На самолет с устовой опорой Понять, что Как учили например в ДОСАФе Перевести на выравниваем взгляд На двадцать пять, тридцать градусов влево Здесь не работает Если будешь наблюдать эту обочину Ты уедешь в другую Так нельзя то есть здесь нужно тебе смотреть прямо но не фокусируя свой взгляд на то что ты видишь у себя на капоте как бы активировать периферическое зрение то есть держишь голову прямо и и вот так выпучив глаза периферическим зрением смотришь на эти обочины и ты понимаешь да что в таком положении если ты находишься высоко над полосой вот эти торцы уходят из твоего поля зрения да и тебе не выгодно то есть тебе надо оказаться тебе нужно чтобы совпало куча сразу факторов тебе нужно оказаться низко сразу в посадочном положении и желательно чтобы тебя продольная ось самолета уже было вдоль полосы вот теперь как нам это все собрать в кучу значит если у нас нет бокового ветра мы когда выходим на посадочную прямую мы должны создать скольжение то есть мы отворачиваем нос до самолета допустим правой педалью мой кред мы создали на такое скажет жени и вот так таким образом боком естественно если мы создали скольжение мы увеличили свою вертикальную скорость но мы хотим все еще не сыпаться вот так ответственно потому что нам чем-то надо будет выравнивать мы слегка направляем самолет по глиссаде избыточной тягой то есть нам приходится добавить газу да то есть мы идем на на с большим скольжением и на на газу да и перед касанием что нам важно сделать это убрать это скольжение да то есть мы равномерно с координированными движениями не допуская того если мы где-то запоздаем убрать крен запоздаем тогда мы за педалью нос отвернем сюда больше или если мы убрали педаль вернее педали выровняли самолет но не убрали крен улетим ну то есть нам надо чтобы у нас момент касания продольная ось обязательно была вдоль продольной оси vpp иначе у нас шасси какой она вклипкая то есть любой момент любой момент его дестабилизирует и поскольку у тебя центр тяжести за центром давления дайте за опорами колес дать он начинает естественно раскидывать то есть по амплитуде ты начинаешь колебаться и это лишнее тебе создает проблему то есть задача его приземлить продольно да в нашем случае мы создаем вот этого скольжение капот у нас также отводится на горизонте да то есть мы визируем капот вот как будто он стоит выше нас да но реально потому что сидишь сзади у тебя капот выше тебя он практически на горизонте ты на газочке подходишь координируем движением все убираешь тут же касаешься на три точки и тут желательно очень я раньше это не был уверен в управляемости самолета этого не дело какое-то время но потом с пониманием пришло то что обязательно нужно на данных самолетах где управляемости хватает без обдува отдачи газа нужно отдать ручку от себя потому что ты его сводишь сразу что будет если ты не не отдаешь ручку от себя у тебя самолет только что коснулся то есть он находится на углах которые близки к тому чтобы он снова делился он только что летел он только коснулся да если у тебя нет большой вертикальной скорости не спрашитирует вода коснулся любые неровности любая маленькая вертикальная скорость прыгнет то есть у тебя по сути у тебя нет никаких а шок-абсорберов тебя нет амортизаторов как таковых у тебя просто как упругая деформация работают стойки это пани опять отскакиваешь и вот так будешь скакать очень долго да то есть на эффекте экрана упруги вот этих отскок когда это все очень грустно поэтому твоя задача как можно что в этих случаях делать если ты не уверен в отдать ручкой от себя ты либо должен ее сразу прижать к себе чтобы прижать именно хвост не допускать этого отрыва даже попытается основные стойки оторвать то есть он на заднем колесе опять прижмется значит и другой случай который наиболее интересен это отдать ручку от себя тогда ты загружаешь сразу основные стойки они во-первых начинают снимаешь самолет с углов атаки увеличиваешь вес стойки разжимаются и принимают тебя то есть они уже больше работают как амортизаторы они просто пружинки которые тебя все время отталкивают значит ты отдаешь ручку от себя самолет ставишь уровень практически тебя во-первых видно сразу хорошо видно твоей направлении ты выдержали направление как аэродинамические рулем направление так раздельным торможением значит и как только скорость у тебя то есть и так удерживаешь как можно дольше сколько хватает руля высоты как только у тебя все руль высоты от поддана от себя полностью и спад падает значит на пор скоростной у тебя самолет опускается ручку не оставляешь где-то здесь это чтобы он скакал да то есть он сразу перекладываешь ее на себя и уже остаточное торможение вопрос громче говорить вопрос такой до сейчас по сути ты говоришь что после президента три точки мы переводим самолет на на два колеса да почему сразу не выполнить заход и не посадить ну значит и что означает тебя повышенная скорость если твой самолет готов да но ты помнишь что у нас ограниченная полоса то есть если у нас полоса неограниченная то это это имел бы место быть такой случай для тебя сразу скажу мы даже попробуем я тебе скажу сразу что это очень сложно сделать почему значит смотри ты в этом уравнении там баланса сил ты сразу себя подводишь такое неудобное положение тут смотри у нас самолет сбалансирован на то чтобы лететь на этих углах мы коснулись и мы можем сразу это уравнение перевести в нужную нам сторону отдав от себя сведя самолет звуков атаки а вот когда ты подводишь его на тех углах которых еще летит вот ты начинаешь полный рост ощущать целую кругость деформации своих ресор то есть любимым то есть тебе в любом случае надо будет его еще под прижать от себя то есть как это можно сделать слегка допустим на три точки а слегка обычно хрустовым колесом коснуться и тут же его свести с этих углов дополнительно момент касания да делается в тычок либо если ты пропустил а ты скорее всего это пропустишь ты снова отделишься слегка вот тут от себе не надо давать добрать им это все повторно коснуться и вот тогда уже попасть этот момент в амплитуду и как бы раскрутить колеса но мы сложнее ответ очень простой сложнее то есть с одной стороны нет с одной стороны некоторым пилотам это легче потому что они все видят и они притирают но я вижу в любом случае это будет совершенно однозначно увеличение твоей дистанции пробега это будет совершенно однозначно повышенная скорость касания стоек они тебя будут так сказать ты увеличиваешь свою длину где ты борешься с самолетом на удержание направлений а какая посадочная скорость я на нее не смотрю на прямой восемьдесят семь узлов да то есть я тебе так скажу я тебе скажу рекомендацию что я бы наверное хотела тебя видеть на заходе скорость примерно 90 миль 90 миль на заходе вот это нормально в нашем случае у нас сейчас ветер боковой будет справа это для нас облегчает сильно задачу во первых самолет имеет по часовой стрелке вращение если мы смотрим на винта то есть нам при даче газа в начале разбега нам нужно давать правую ногу но поскольку ветер нам помогает самолет стремится развернуться на ветер как плюгер то нам уже меньше давать ноги то есть в принципе это облегчает поставленную задачу во вторых тебе не надо выполнять это глубокое скольжение координировано еще работать газом почему потому что здесь ты можешь воспользоваться тем что у тебя и ветер и по сути просто лететь как мы с тобой говорили частный случай поставить да поставить угол на поставить капот на горизонт и просто снижаться по глиссаде но единственно поскольку нас ветер мы это мы будем с углом сноса выполнять и так вот развернул его таким боком летишь и вот что здесь нужно будет сделать здесь и тебя опять требуется максимальная координация на посадке то есть тебе нужно будет мало того чтобы дать ногу чтобы выровнять как только ты даешь ногу разворачивая продольного самолета вдоль впп ты начинаешь смещаться вместе с ветром вот тебе нужно это дать одновременно с ногой одновременно правый крен в при этом выровнять и в момент касания все убрать чтобы коснуться без крена на три точки тут же отдать от себя и поехать значит еще один самый такой я тебе хочу дать максимально много свободы чтобы ты сам начал взлетать все это делать под мою диктовку условно говоря и если что я буду вмешиваться когда ну надо вмешиваться то есть ты сам папа попробуешь выполнить взлет но к чему ты должен ну и посадку до к чему ты должен быть готов максимально это к тому что работа с педалями может быть здесь будет более энергичной чем ты до этого работал на тех самолетах вы сможете сравнить с надо гроб ну здесь более энергичные и более разнонаправленные и короткое поскольку эффективность управления выше то с тебе очень короткими резкими движениями такими ты должен будешь отрабатывать и главное тормоза не нажать да то есть когда не нужно их надо не на нервоза на подножку надо это все но теперь поедем попробуем что я думаю и 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 насколько я промахиваюсь, и мне будет горько от того, что раньше я попадал со звоном, а сейчас я просто это промахиваюсь, потому что именно Muscles Memory отсутствует. Я вот примерно на этом ощущение себя поймал, как раз да, что ты его вращаешь, ты его пытаешься останавливать, то есть ты как бы головой, глазами это все видишь, где ты докрутил, где не докрутил, где там промазал, а вот как ты говоришь, да, Muscles Memory нет нифига. И ее, конечно, надо нарабатывать здесь. Но вот эта вот легкость, с которой это все происходит, ну ты просто как это, не знаю, как бешеный клоп действительно, носишься по длину, делаешь, что хочешь, просто вот, что хочешь, и самолет тебя слушается, и это потрясающе. Похоже на симулятор? Очень. Не, правда, я серьезно, я не шучу. Ну, то есть вот все эти навыки там управления самолетом на режиме взлета и посадки с хвостовой опоры, с хвостовым колесом, они все здесь работают в полный рост. И вот это вот такое вот симуляторное ложное ощущение безнаказанности, что ты в симуляторе что хочешь, то и делаешь, да, вот оно здесь тоже почему-то присутствует. Да, самолет позволяет действительно очень много. Ну и он мощный, он сразу идет в набор, набирает прекрасную, то есть ты взлетаешь, и как ракета куда-то там ушел, и только так иногда на шарик посмотрешь. Да. Ну, отлично. То есть, а как вот ты бы охарактеризовал, ну, понятно, что это те самолеты, на которых мы сейчас, ну, конкретно сейчас не можем полетать, но мы будем к этому стремиться, которые представлены, например, ну, не знаю, в вашем проекте Ил-2 там, как бы ты оценил. Ну, понятно, что они более тяжелые, более инертные, немножко там другая управляемость, но вот эта сама физика процесса похожа, вот, скажем, ну, какие-нибудь более шабутные, может, И-16, да, более такой подвижные, или... Я думаю, что даже И-16 будет гораздо более вялым, мне так кажется. Ну, то есть я, конечно, на нем не летал в жизни, вот, я летал на нем только в нашем симуляторе. Ну, я тебе так скажу, что те самолеты, которые более тяжелые, ну, я летал только на хвостовых, самолетах с хвостовой опорой, которые по весу достаточно тяжелые, это Тексан Т-6 и Ан-2, да, то есть они тоже, естественно, нестабильны, требуют вмешательства постоянно, но поскольку вес их общий тяжелый, то постоянное времени или инерция, да, она больше, да, и поэтому у тебя чуть больше времени, то есть это все происходит быстрее. И более того, жесткие стойки, например, Тексана, они не такие, как здесь, просто такие, как пружинки, которые постоянно дестабилизируют тебя еще больше, да. Ну, ладно, спасибо тебе большое. Спасибо тебе, спасибо Игорю Леонидовичу, да? Да, 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 за предоставленный аэроплан. За предоставленный аэроплан, спасибо огромное. Я счастлив, самолет прекрасный. Ребята, это супер. Спасибо. 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 Спасибо.